53 час полуфродинцы, друзья, мы только что выспались, тяжелейший был бой в конце прошлой части, и вот теперь мы можем таки рискнуть здоровьем и вскрыть вот этот гроб, хотя по логике, если мы Гунольда Черношип, возлюбленная Мурадина, вы чувствуете, что кто-то или что-то оценивает вас и ждет, что вы предпримите. Так, забираем, рассекатель лун, каменный кинжал, попадание повреждения плюс 5, класс, ну ничего интересного на самом деле, ничего, поэтому, поэтому что? Поэтому просто заберем этот кинжал и пойдем дальше, в надежде, что нас за это не будут сильно бить. Вот это что? Простой железный клинок, не нужен. К счастью, големы к нам относятся довольно спокойно, не нападают, но я боюсь, что, если мы что-то сделаем не так, возьмем какой-то особо ценный предмет, все может измениться. Что там за ножик? Простой железный нож, не нужен. Еще один гроб. Ну тут, в принципе, один морг и одно умертвие, это не страшно. Не страшно. Пока до нас морг дойдет, ой, а их тут оказывается два. А, ну пока они двери откроют. Нормально, нормально. Получили. Сейчас они к нам сами подойдут, мы их обработаем. Черт, они еще умудряются нас атаковать. Клиричку отводим. И применяем ослепляющий луч. Умертвие нам можно не бояться. Так, одним гулем уже меньше. Черт, граня сковала движение. Сковала, ох, сковала. Так, отложить ход. Клиричку отводим. Клиричку отводим. Клиричку отводим. Блин, надо было изгнать Нежить, что я сделал? Я ступил? Надо было Нежить-то изгонять Отлично Ох, отлично А вот промахиваться было нельзя сейчас Нежить-то изгонять И снова вас настигает ощущение, что за вами следят Опаньки Отдайте мне то, что хотели бы взять Смотрите Чаша выкупа, положить простой железный Ну давайте, клинок У вас нет подходящего предмета Но он есть там Он же был Вот, простой железный клинок Ложим его туда Загадка, говорится, не семи пядей во лбу У вас нет подходящего предмета Что значит Что значит нет Ну я же Я же подобрал только что Простой железный клинок Что за жесть А, это нож Это нож А нам нужен клинок Выбрасываем Простой железный нож Короткий меч с черным эфесом Попадание, упреждение плюс 6 Все спас броски плюс 3 Заглинание, улучшенная невидимость Это одноручник По-любому хороший, конечно Все понятно Забираем Так, я думаю, что нужно вздремнуть Че там в гробу-то Ничего Ну, а раз ничего Отдайте мне то Что хотели бы взять Положить простой железный Дубин с шипами У нас такой дубины тоже нет Худхель эльфинит Друг эльфов Легкая эльфийская дубинка Попадание, повреждение Аж целых плюс 6 Ребят Правда, ловкость минус 2 Мудрость плюс 3 Ну это вот прикольно Довольно-таки для Клирички Может быть ей отдать Ну вот сейчас у нее, допустим Атака базовая 9 Ближний бой 15 Если я ей даю эту дубину Ну извините У нее и класс защиты Соответственно падает Тоже не вариант Попадает он Потому что у нее Ловкость отнимается Тоже избавимся От этого дела Ну здесь в принципе Можно метку поставить Что вот здесь Нужно положить Простую Что нужно положить Простая железная дубина С шипами Простую Железную Дубину С шипами А в другом Соответственно Тоже я сейчас Тогда метку сделаю Что нужно положить Придется правда вернуться Потому что я не помню В какой комнате Это находится Отложить простой Железный клинок Ставим метку И давайте все-таки Простой железный нож Тогда заберем Я боюсь Что он тоже Нам понадобится Простой железный нож Забрали А вот она И простая Железная дубина С шипами Ложим ее обратно Ложим вернее Куда следует Черт На нас напали Нас целых Три привидения Кстати у них Семь бросков здоровья Их вполне можно Изгнать Или довольно легко Вполне можно Изгнать Отложить ход Отложить ход Магички Нет Не стоило Не стоило Откладывать ход Надо было Все-таки Ее в сторону Вводить Да нет Сможем Отвезти Сейчас мы Их дружненько Изгоним У них всего лишь Семь бросков здоровья Это значит Изгоняться Они довольно легко Должны Ой нет Я к сожалению Все-таки Успел сходить Отобрали там Что-то здоровье Или еще что-то Магички На ровном месте Создал себе проблемы Так Изгоняем нежить Изгнали всех Теперь их можно просто избить Нет Изгнал только двоих Изгнал только двух Одна избежала Такой участи Нужно восстанавливать Клиричку У нее там Отобрали характеристики Если не ошибаюсь У магички Тоже их могли забрать У магички Могли тоже забрать Поэтому На ней тоже Применяем Восстановление И сразу спать Вздремнули Вздремнули Еще один гроб Валамир Хайкасхолт Приближенный Беронара Длинный меч Черновой стали Один восемь Попадание Попадание повреждений Плюс пять Телосложение Плюс два Сопротивляемость Магии Плюс пять Вот тут Довольно прикольно Вполне возможно Кому-то может пригодиться У этого у нас что Один восемь Попадание повреждений Плюс пять Сила Плюс два Спас броски По стойкости Плюс один Ну-ка Оно на силу Как-то влияет ему Оно ему на силу Не влияет Абсолютно Вот А это Сопротивляемость Магии Плюс пять Добавляет То есть Этот меч Он лучше Он лучше Для Америка Стойкость Семнадцать Если я надеваю Тот меч То стойкость Становится Тоже семнадцать Никак не влияет Значит Мы ему даем Тот меч Вот этот вот По крайней мере Он сопротивляемость Магии улучшает И кстати Наверное Телосложение добавляет Ну-ка Ну-ка Нет Телосложение Увы Не добавляет Сохранимся Сохранимся Простой Железный Молот Простой Железный Длинный Меч Все Не то Что Надо Призрак Ну Девять Бросков Здоровья В принципе Ничего Страшного Не один Призрак Та Два Ну опять же Я думаю Что мы справимся Ложить в ход Пускай сами к нам подойдут И мы сходим Сейчас будем изгонять Изгонять нежить В финале Одну Но это уже неплохо Сейчас магичка Добьет Как больно Как же больно Вот и все А вы боялись Окованной сталью Свинцовый Двуручный Молот Один Десять Подание Повреждение 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 Интеллект Минус Два Склина Не снятие Паралича Нет Ребята Это не то Положить простой Железный молот Но у нас такого Тоже нету Да Или что Курин Острый топор Мать и защитница Отдайте мне то Что вы Хотели бы взять Вы кладете в чашу Простой молот Призрачные руки Хватают его И утаскивают Вниз Под могилу Офигеть Пять призраки Отложить ход 14 бросков здоровья Навряд ли это можно изгнать Естественно не удалось Зараза Он устремился На магичку Пронзающий луч 45 урона есть Магички Оборонятся Все Нету призрака Простой Железный топор Зато есть Артольф Вальный молот Строитель Большого зала Затупленная Железная Секера Попадание Повреждения Плюс 5 Наносит Удвойные Повреждения Но как Тупое Оружие Вот это Интересно Наносит Двойные Повреждения Но как Тупое Оружие Как я Понимаю Как я Понимаю Оно Двуручное А мне Было Не хотелось Чтобы оно Было Двуручное Нет Оно Не Двуручное Друзья 1.8 Попадание Повреждения Плюс 5 Так Вот это Интересно Я думаю Что К нашей Клиричке Нужно Все-таки Дать Другой Меч Тот Который Носил Америк До Уход Попадание Повреждения Плюс 5 Давайте Этот Меч Дадим Клиричке О нет Ваш Класс Не Позволяет Нет Это Только Для Воина Хорошо Хорошо Поменяли Оружие Все Хорошо Что Тут Еще Мы Не Исследовали В Этой Области На Укрепленном Ярусе В Принципе Много Что Не Исследовали Вон Дверь Который Непонятно Как Попасть В Общем Уходим Отсюда Я Не Понял Что Такое О Нет Против Нас Големы Короче Мы Не Положили То Что Надо Было И Теперь Мы Должны Будем Иметь Дело Со Всеми Големами Со Всеми Големами Представляете Какая Жесть Я Вот Этот Момент Не Учел Пипец К счастью Они Не Отличаются Как я Понял Особой Меткостью Ну Давайте Попробуем Применить Новое Заклинание Шестого Уровня Цепная Молния О Нет У него Иммунитет Вы Хотите Сказать Что Я Теперь Что Я Теперь Должен Только Вручную С ними Сражаться Оружием Ближнего Боя Ну Да Они Мажут Волшебный Стрелец Уже Неужели Ни Один Не Достигнет Цели Да Видимо Бесполезно Короче Нам Теперь Всех Големов Придется Перебивать Да И Перебьем В принципе Ничего Особенно Серьезного Особо Проблем Быть Не должно Как я Понял Обычные Обычные Противники Друзья Он сейчас Еще один Будет Голем По-моему Нет Да Вот Продолжение следует Продолжение следует Легко И непринужденно Еще один Големчик Пускай Пускай сам К нам Подойдет Сам Пускай Подойдет Нас идут Наказывайся На то Что мы Взяли Но Не отдали Пускай сам По-моему Пускай сам Одним големом меньше. Сейчас надо бы где-то сдремнуть, наверное, да негде пока что. А вот здесь. Легкая прогулка, абсолютно легкая прогулка. Ничего серьезного. Тогда отложить ход, раз он не может дойти до цели. Сейчас магичку могут завалить, и это большая проблема. Пытаемся ее увезти куда-то в сторону. И еще дальше. Вообще, как я понял, гораздо важнее попадать, чем потенциальная мощность оружия, которой мы вооружены. Поэтому, наверное, сейчас к ливичке нужно подобрать что-то более такое... Более... С бонусом попаданию. Магичку в обиду не давать. Там еще один голем. ТОНГА 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Черт, класс не позволяет... Ну хорошо, у воина было что-то достойное... Я же помню... 1.6 попадание плюс 5... Без штрафов причем... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот прикур... А, ну и спас броски по реакции... Интеллект уменьшает до минус 6... А зачем ей интеллект? Вот мне интересно... Ей для чего интеллект? Ей интеллект вообще, по идее, не нужен... Черт, это... Класс тоже не позволяет использовать... А что же ей она может использовать-то тогда? У меня вопрос возникает... Ну вот этот меч... Тоже не может, да? Тоже она его не может использовать, да? Или может? Блин, она ничего не может... Ну вот, попадание плюс... Вот это тоже... Вот этот, наверное, сможет... Попадание плюс 5... Охренеть! Я вообще не понимаю, что она может использовать? Жесть какая-то... Ладно, идем дальше... Вон еще один голем... Не будем затягивать, сразу пойдем в атаку... Мозила... Какой ответ? Mik Switch Открыть Жесть Совет Совет Так, спать, спать. Вдремнули. Куда? Куда еще? Вот направо, вот на справа мы не были. Куда? Только не забываем сохраняться, потому что игра преподносит сюрпризы. Не хотелось бы, чтобы этот сюрприз оказался неприятным. КОНЕЦ Очень странно, как-то расположился у нас отряд. А, да нет, в принципе, правильно. Так, класс персонажа. Здесь может вор только вскрыть эту дверь. Ой, он ее вскрывает. Никаких бочек, в принципе, и спить здесь вообще нечего. То есть, вскрыли дверь, но здесь нет ничего. Ничего, что может быть интересным. Очень странная дверь. Единственная ее ценность, это возможность поспать. Я так понимаю. Принесу. Так. Давай. Считывай. так здесь мы все осмотрели вон осталась одна дверь не исследованы идем туда принципе опасность представляет только морга никто больше стальных тупо изгнанием нежность можно убрать отложим код пускай они сами к нам подойдут и 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 Довольно духленький гуль оказался Попробуем изгнать Сейчас самую гущу ее направим И применим изгнание Вот собственно и все Подождите, еще кто-то остался Один остался Ну давайте догоним его Отпинаем Саной тряпкой вот так вот магичкой И спрощи даже его Паразит Поспать здесь нельзя Значит за следующей дверью скорее всего тоже А, можно, можно поспать Здесь все спокойно Пара бочек Пара непонятных каких-то устройств И вот в принципе дверь Дверь, которую мы обязательно откроем Здесь воздух посвежее немного В какую сторону пойдем? Влево-право Сложный выбор Но что-то мне подсказывает, что Если честно, мне вообще ничего не подсказывает Куда? Ну, наверное, давайте влево Потому что камера туда меньше сдвигается Возможно, что там Тупик находится ближе И лучше тогда идти влево Очередная дверь И очередная комната Ну здесь все спокойно Никто нас здесь не встречает А вот сундучок Нас здесь поджидает В сундучке Жезл Запутывающий жезл Заклинание Запутывание Конец с ними Чуть за заклинание Новый уровень у вора Ну ему вора повышаем Естественно Чтобы он открывал любые двери Так Не удалось Здесь только вор откроет эту дверь Вор Два морга И несколько умертвий В принципе Ничего страшного На самом деле нет Фаерболт Так Три морга Друзья Три морга Но это не отменяет того Факта Что мы Можем Запустить туда Хороший фаербол Так Магичку надо в сторону Вводить Сейчас будем Изгонять нежить Самых слабых Просто уничтожили Шикарно А Сука А Больно Больно У зомбиков Тоже есть чувство Боли Так В Эту вот Тоже сторону Магички 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 Мимо. Этот час проходит довольно-таки спокойный, в непринужденной атмосфере. Все бои довольно простые. Рассекающая плоть. Тяжелые секи, рассекающая плоть. Ерунда, ерунда. Ерунда. Это не скрытая дверь, просто непонятно как выйти. Нет, не скрытая дверь. Куда двигаться дальше? Я был, кстати, прав насчет тупика. Действительно, влево пошли, нашли тупик. Теперь идем вправо. В эту дверь можно заглянуть. Ничего не видно, значит заходим. А вот в эту дверь уже заглянуть нельзя, поэтому давайте сохранимся. Могут быть проблемы. И да, они есть. Ну, в принципе, это обычные тени, 3-го, 3-го броска, спас броска здоровья, это просто ни о чем. А почему дверь закрыта, я не понял. Что-то блокирует дверь. А дверь блокирует тень. Тень блокирует дверь. Да, тени это совсем не серьезные соперники, теперь противники для нас. Просто совсем не серьезные. Они-то... Тени пройдут сквозь дверь, мы сейчас их дружно просто изгоним и все. Делов-то. А, тут еще несколько теней осталось. Изгнали кучу теней, но это еще не все. Сейчас, вернее, последняя тут осталась. Сейчас мы ее тоже быстренько победим. Помню, я помню, как на первых стадиях игры, какими жуткими были противниками тени, и какими они стали никчемными сейчас. Просто никчемного. А вот эта, кстати, уже жуткая тень, она посерьезнее. Труднее попасть. Но, в принципе, она, тем не менее, остается довольно-таки победимой. Давайте применим против нее. Да, в принципе, волшебную стрелу просто. Вот еще изгнали все тени. Нужно сохраниться, потому что здесь палатка желтого цвета. Это значит, что спать здесь нельзя. Это значит, что где-то еще рядом есть враги. В скрытых комнат ничего нету, да? Где-то рядом есть враги. Слева тупик, как я понимаю. Морг. Гулерити. Это какой-то, видать, квестовый персонаж. Это маг. Змей-маг. Его нужно будет сейчас блокировать. О, нет. Скеллар уничтожили. У нее минус 10, она мертва. Друзья, загружаемся. Скеллар нельзя, чтобы терять. Скеллар это та, которая защищает наш отряд. Давайте сейчас применим все ее способности нашей волшебницы. На щит. Невидимость. Тут, видимо, какой-то серьезный замес сейчас будет. К нему нужно подготовиться. И теперь точно так же на всех применяем ускорение. Честно говоря, я сомневаюсь, что здесь будет что-то серьезное. Так, броня сковала, по-моему, движение. Все, и теперь идем в атаку. В этот раз у них уже нет первого хода. Сразу блокируем мага. Сразу. И ничего у них теперь не получится, я вам гарантирую. С 16 классом защиты тем более. Все ускоренные, все невидимые. Красота. Поэтому отложить ход. Страшная музыка, но на самом деле я не вижу здесь никаких проблем для нас. Абсолютно. Его security, так скажем, так себе. Так себе. Костанул, сука, костанул, костанул, но не попал, как я понимаю. Что-то я не знаю. Ну давайте. Откастуем молнии волшебные на моргах. И еще раз. Ну третий раз уже нельзя, да? Третий раз уже нельзя. Но зато можно отойти в сторону. Все, одним моргом меньше. Очень живучий змей. Но он, в принципе, уже практически дохлый. Вот и все. Мага победили. Мага победили. Этот урод довольно живучий. Но мы с ним справились. Вот и все. А вы боялись. Все получили опыт. Все счастливы. Какая будет награда? Вот в чем вопрос. Я здесь не вижу вообще никаких наград. Валяются какие-то доспехи. Ух ты. Витая металлическая змейка. Змейный ключ. Забираем. Притупленный кинжал. Чеканда львенора. Попадание, повреждение плюс четыре. Ерунда. Амулет здоровья. Целосложение минус четыре. Полная хрень. Ничего интересного. Если это все, что мы должны были получить за этот бой, то это очень и очень мало. В эту комнату сперва нужно заглянуть. Я уже чувствую подвох. Там что-то происходит. Смотрите. Какие-то кастуются заклинания. Ничего не видно. Хорошо. Здесь ничего не видно. Смотрите. Здесь два мага. Змея. Ишь так. Череп на шесте. Разбить. Клянусь клыком, вы сделали то, что нам не удавалось. Накормили старину гульрити землей и разбили череп. Теперь мы должны идти. Наше святилище осталось без присмотра. И мы боимся, как бы серебряное пламя не погасло. Или культ дракона, чего доброго, не нашел бы его. Так. Расспросить о гульрити. Так. Так. Спросить, где их святилище. Но как же мы неблагодарны. Пожалуйста, примите благодарность от спасенных вами. Время плена было для нас до краев наполнено болью. А всего больнее было думать о том, что святилище осталось без защиты и наш долг не выполнен. Гульрити прекрасно знал это, когда устраивал для нас ловушку. Но вы спрашивали, где находите наше святилище. Не могу сказать точно. Понимаете, я не знаю, где мы находимся. Но мне кажется, что чтобы попасть туда, нужно подниматься по ступенькам. Потом свернуть на восток, а затем на юг и на запад. Святилище спрятано от врагов, но вы легко его найдете, ибо над вами простерта длань мистры. Спросить, что такое серебряное пламя. Серебряное пламя – это орден тех, кто почитает мистру, владычеству заклинаний. Когда-то давно великий маг Самастер предал мистру и использовал ее магию, чтобы основать культ дракона. И тогда заклинательница И.Эльфанна основала наш орден, чья цель – уничтожить зло, порожденное Самастером. Теперь нам пора обратно к святилищу. Доведет вас мистер до нашей следующей встречи. Вот, собственно, такой вот хэппи-энд. Такой хэппи-энд. И я думаю, что на этом мы этот час закончим. Спасибо за внимание. Всем пока.